У вас сейчас была репетиция на открытом воздухе, на открытой Невской панораме. Одновременно с этим ваши коллеги на Дворцовой показывали чудеса просто оперного искусства и высокой музыки. Вот насколько это все соотносится все-таки с современным урбанистичным миром, хоть и с такими прекрасными декорациями, как исторический центр Санкт-Петербурга? Ну, вы знаете, наверное, для человека, который придумал единственный фестиваль, оперный фестиваль «Опера всем», который идет уже в этом году будет седьмой раз, это единственный фестиваль оперы в России, оперный фестиваль на открытом воздухе. Поэтому, конечно, мне обязательно нравится, мне особенно нравится играть на открытом воздухе, хоть, конечно, наши условия иногда сопротивляются, но мне хочется сказать, что из 25 постановки, которые мы придумали и показывали, 23 мы играли до конца. Так что это хороший знак. Значит, Господь Бог нас очень сильно любит, поддерживает, и, несмотря на неожиданности Санкт-Петербурга, мы отыграли много. Вот сегодня у нас с погодой повезло, шикарный день. Сегодня потрясающая действительно погода, людей очень много, уже все набережные заняты, все уже только прибывают и прибывают в таком ажиотаже, сейчас в Дворцовой площади идут сюда, а здесь уже встать некуда. Вот люди очень разные, понятно, что есть и ваша профильная аудитория, которая приходит к вам в музыку, которая ходит в театр, которые в залы слушают, это все привыкшие к классической музыке. Но много и просто людей, которые хотят приобщиться. Вот с такой разной публикой. Как вам удается всех зажечь, привлечь внимание? Ну, это, конечно, больше всего, мне кажется, зависит от качества исполнения. И это, в принципе, наша задача, заводить людей, пока мы играем. Но, естественно, здесь есть некоторые некие труки, фокусы. Мы, конечно, выбрали репертуар такой заводящий, очень сильный. И хотя только одно произведение звучит с хором, и все остальные только, ну, это в хавичках, конечно, только с оркестром, они у нас такие очень узнаваемые, очень сильные. Там есть трепак Чеховского, и испанский танец, и волц цветов, и спящие красавицы. Так что самая узнаваемая русская классика. Специально для Санкт-Петербурга. Мы уже желали Санкт-Петербург с днем рождения. Мы теперь будем играть ему с днем рождения. Так что вот.